Песня «Симний вечер» Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте! Самые лучшие на свете зрители! Ах, это чудесная сирень! Кто из нас не был очарован ею, ее ароматом? Когда я встречаю на блошиных рынках предметы, фарфор с ее изображением, я сразу покупаю их. Два года назад на блошином рынке в Александрове я купила молочник из сервиза «Розовая сирень». Но у коллекционеров существует такое поверье, что одна вещь притягивает другую. И вот в прошлом году точно там же я приобрела чайную пару, но уже с деколью из другого сервиза. В этом году уже на блошином рынке «Ретро» в Москве я купила еще одну чайную пару, опять же с «Розовой сиренью». Но вот совсем недавно я встретилась в Александрове с продавцом чайника, с которым познакомилась на «Авито». И этот чайник тоже был с сиренью. И так перед вами сет, который создан из моих покупок на блошином рынке. Тема которой «Сирень». Все они созданы на одном заводе Дулева, причем в одно и то же примерно время. Но вот посмотрите, какие они разные. Они все четыре из трех разных сервизов. И только молочник, и чайная пара с одного и того же сервиза. Нежные цветочные грозди, чарующий перламутровый фон, золотые ветви – все это превращает фарфор в настоящее произведение искусства. А тонкая отводка с 24-кратным золотом по краю подчеркивает элегантность и изящество этого сервиза. Вообще-то сервиз «Розовый сирень» состоит из 15 предметов. Это очень изящный, тонкостенный фарфоровый чайный сервиз с золотом. Расписано, как вы видите, в розово-сиреневых тонах. Форма или фасон сервиза разработана скульптором Атаром Нихгули. А автор рисунка – ведущий художник Дулевского завода Владимир Веснецов. Дулевский фарфор начал свое развитие в 1832 году. Основатель завода Дерентий Кузнецов, дед Матвея Кузнецова, чья фарфоровая империя достигла немыслимых размеров и оборотов в начале 20 века. И если окунуться в историю, то Дулевское производство имеет два корня. Это фабрика Сафронова, которая тогда уже имела свой сафроновский стиль и росписи и славилась искусными синими, кобальтовыми, малиновыми, розовыми и желтыми рисунками. Местонахождение ее было между подмосковной Гжелью и пустошью Дулева. А вторым корнем являлись идеи наработки промысловых в мануфактур Гжели. Керамическое производство которых уже тогда насчитывали не одну сотню лет. А вот в 50-е годы наметилось новое направление в росписи. В декоре начали применяться рисунки народных орнаментов и мотивы русского фольклора. На завод пришли новые талантливые художники и скульпторы. Их имена часто мелькали в международных выставках, а работы получали награды. Это в первую очередь художник Владимир Яснецов. Началась эпоха расцвета советского дулевского фарфора. Художником Яснецовым Владимиром Клементьевичем разрабатывается целая серия рисунков, которые были не сложны в исполнении, но имели колоссальную популярность у покупателей. И в первую очередь это ивушка, розовая сирень, а синяя ветка. На протяжении двух десятилетий этот мастер сохранял за собой место самого артистичного художника дулевского завода. Ну вот перед вами как раз розовая сирень. Ну и как нравится вам такой сет? Молочник, чайная чашечка, ну и дополнение из белого фарфора. Как? Нравится? И вот на ваш суд второй сет. Здесь уже рисунок выполнен с помощью деколи. И они очень похожи, и все же они из разных сервизов. Перед вами небольшая современная чашечка из сервиза, чайного сервиза сирень. Форма тюльпан с отводкой, 24-каратным золотом и широкой полосой по краю чашечки и блюдечка. Ну и на ручке тоже придает такой вот нарядный вид это золото. Особенно оно красиво, когда на солнце. Деколь с двух сторон, веточка сирени, очень реалистично, повторяет мотив кузнецовского фарфорового и сервиза, который выпускался еще в 60-е. Это классика. Кому-то он такой сервиз передавался по наследству, ну а кто-то сейчас покупает. Вот я, как и я. Этот сервиз, легендарный сервиз, впишется в любой интерьер и украсит любое место. Ну а чайник в этом сете, ну настоящий шедевр. Он сделан с помощью иллюстрирования. И у него очень интересный перламутр таких голубоватых тонов. Но ветка сирени как будто бы на голубом небе парит. Вот очень красивое сочетание, просто великолепное. И для меня этот чайник становится на первом месте из всего то, что я купила, из всей этой посуды. Хочу сказать, что у меня есть подозрение, что деколь эта еще дореволюционная. Кроме Дулёва, такую чудную посуду выпускали на очень многих советских заводах. Из коих очень многие, почти всех уже нет. Деколь они получали из Дулёва. Ну какая сказочная красота! Замечательный чайник! Я бы подкупила еще что-нибудь. Конечно, завтракать я могу с посуды с первого или второго сета. Но на чай ко мне обязательно кто-то приходит из моих многочисленных подруг, которые у меня здесь есть. И мне нужна и вторая чашка. И, конечно, хорошо бы сразу и чайничек, чтобы было молочник. Ну вот как вам нравится такой сет, как вы считаете? Итак, что же между предметами общие? Общие, конечно, Дулёва, один тот же завод. Но самая главная тема – сирень. И краски, которые выполнены, сиреневые, такой голубоватые и розовые, тоже очень близки друг к другу. А вот какие различия, давайте посмотрим. Может быть, не такие уж большие. Ну, например, чашечки. Здесь поменьше. Здесь она побольше. Здесь у нас деколь. А здесь ручная роспись. И молочник, или вазочка, и чайник, и чашка. Все эти три предмета с перламутровым покрытием у них. Но по-разному. Если здесь деколь накладывается сразу на перламутр, как вы видите, то здесь между рисунком есть белое пространство. И деколь в промежутках между рисунками накладывается. Точно так же и блюдечко. Вообще, конечно, красиво. Ну, вы видите, там, где цветы, там перламутра нет. Так вот оно сияет. Здесь нет рисунка. Снаружи чашечки. А рисунок внутри. Здесь же наоборот. И все же, все же, все же, мне кажется, что все вместе смотрится неплохо. Ну, а вы как считаете, стоит мне покупать для розовой сирени такой же еще и чайничек? Или можно вот так вот все это... Вообще, конечно, я люблю миксовать, вы знаете, мне это очень нравится. Но не знаю, насколько вот хорошо здесь это все. Чайная пара розовый сирень. 2007 год. Первый сорт. Чайная пара сирень. Но даты нету. Но я предполагаю, что совсем новая. Посмотрела по каталогу данную. И чайник. Первый сорт. 2003 год. Первый сорт. Первый сорт. Первый сорт. Субтитры создавал DimaTorzok